Поставщики газа не будут прерывать поставки топлива из-за долгов коммунальных компаний и не поднимут цены, чтобы не страдали простые жители. Об этом поставщике ресурса заявили на встрече с главами городов и районов. Однако местным чиновникам областные власти поставили задачу оплатить все счета за газ нужно до начала октября. Сколько можно? Меня на 15 лет сильный до 23-го года заключен договор. Концессия. Я 40 миллионов заплатил в бюджет. И мы концессии вышли. Олег Канчин кричит так, что даже переходит на ненормативные выражения. Долги его теплоснабжающей компании с октября выросли с 900 тысяч рублей до почти 40 миллионов. И лучшим способом защиты он выбрал нападение. Однако поставщики газа парируют. Год назад именно Новотек помог Канчину оформить договор концессии. И несмотря на долг, Новотек дал разрешение на пост газа в начале отопительного сезона, чтобы заложниками не оказались люди. Другие руководители предприятий настроены на конструктивный диалог. В районе миллиона Новотек получат. Будем на следующие полгода еще планировать. Конечно, осталось 8 миллионов. Но теперь мы с бюджетом, так как муниципальное коммунитарное предприятие, конечно, сотрудничаем с Новотеком. Но, к сожалению, долг выплатить единоразово не можем. Потому что бюджет города, он не позволяет сразу 8 миллионов найти просто и отдать. За год коммунальной компании задолжали Новотек Челябинск 1 миллиард 200 тысяч рублей. Но, несмотря на это, поставки голубого топлива поставщики не прерывают. Но газовики требуют рассчитаться с долгами и предупреждают. Ответственность должников перед законом возрастет. Сегодня вносит изменения в законодательство, обязывающие руководители предприятий предпринимать меры для погашения долгов. В случае этого, если это не обеспечено, то ограничивать потребление ресурса. И если это не будет произведено ими, то на руководители предприятий сегодня возлагается серьезная административная ответственность. Как на руководители, так и на юридические лица. Наказанием может быть штраф от 100 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. Поэтому областное правительство требует от глав городов и районов погасить долги до начала отопительного сезона. Ирина Гончаренко, Андрей Ярушев, ОТВ.